Два с половиной миллиарда людей на планете живут с хроническими заболеваниями. Что это значит? Это значит, что жизнь повернула в другую сторону, но она продолжается. И это значит, что человек может сам выбирать, сколько ему жить. Об этом в ближайшие полчаса. Меня зовут Инесса Панченко. Здравствуйте. Субтитры создавал DimaTorzok дежурный врач нашей скорой и телевизионной помощи. Сегодня Олег Фатенков, главный внештатный терапевт Самарской области, врач-терапевт, доктор медицинских наук. Добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо большое за приглашение. 202.11.22. Доктор готов отвечать на ваши вопросы. Не откладывайте их. И мы сегодня будем говорить о хронических заболеваниях. Олег Вениаминович, если бы мы с вами решили сейчас их посчитать, сколько всего нам бы это удалось? Я думаю, что нет. Для этого недостаточно времени нашей передачи. Какие все-таки наиболее, наверное, часто встречающиеся хронические заболевания и, может быть, даже в свете нашего региона? Ну, наибольшее опасение вызывает болезнь системы кровообращения. Это порядка 50% от всей когорты заболеваний. На втором месте я бы сейчас поставил по степени опасности все-таки сахарный диабет. И на третьем месте хронические болезни легких. Три позиции. Это основное, что вызывает сейчас мое беспокойство. А цифру вы, наверное, не назовете, сколько людей в регионе у нас имеют хронические заболевания. Ну, может быть, в процентном соотношении? Ну, давайте мы определимся, что 50% нашего населения – это люди, которые имеют хронические неинфекционные заболевания. Ну, в 50% – это много, конечно же. От чего возникают хронические заболевания? Я понимаю, что каждая имеет свои причины. Вопрос, наверное, в том, насколько это неизбежно. Чаще человек, может быть, не обращал внимания ни на себя, может быть, не лечился. Или это спровоцировано какими-то основными заболеваниями. Вот как происходит? Прежде всего, это образ жизни. К сожалению, хронические неинфекционные заболевания в начале своем, они не болят и не вызывают беспокойство у человека. И поэтому человек зачастую позволяет себе курить сигареты, злоупотреблять алкоголем. Он мало физической активностью занимается и проявляет ее. И все это накапливается с течением времени, к сожалению, превращается в те самые заболевания, которые уже начинают человека беспокоить. Но и сделать, к сожалению, в этот момент уже бывает не так много можно. А существует ли группа пациентов, которые обречены, ну, в кавычках, конечно же, и имеется в виду, это передастся им по наследству? По наследству эти заболевания, к счастью, не передаются, поэтому все в твоих руках. Больше того, если человек все-таки имеет хронические неинфекционные заболевания, то всегда можно, следуя рекомендациям врача и соблюдая элементарные правила здорового образа жизни, предотвратить до компенсации дальнейшее развитие и прогрессирование патологических этих заболеваний и сохранить свою жизнь на долгие годы. У нас уже есть звонок, давайте послушаем. Алло, здравствуйте. Алло, добрый день. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Я вам звоню из Изра. Да, мы вас слушаем. В общем, у меня 61 год. Хроническое заболевание у меня такое, шейный уртиохондроз со множеством грыж и, ну, видят сосудистые дистонии на этом фоне. У меня проблема с сосудами головы, голова болит, можно сказать, в 30 лет. Я переболела ковидом, вот, два месяца я уже дома после выпуски, и голова у меня болит каждый день постоянно. Я, короче, уже обращалась к невропатологу и кардиологу, ничего такого страшного у меня, как бы, нет. Ну, мексидол проколола, в общем, мне назначены сейчас даже антидепрессанты. Ну, пока, в общем, никакого такого сдвига в лечении я не вижу. Голова очень сильно болит. Такими спазмами то виски, то лоб, то макушка. Вот сегодняшний день человек носащий, я не знаю, поможет мне это или нет, совершенно не сделал. А вы наблюдаете сейчас? Вы под контролем доктора? Вы имеете в виду терапевта? Да. Нет. У нас, как бы, ну, я не знаю, я, в общем-то, когда выписала в больницу, я через месяц пришла в свою поликлинику, отдала выписку, и вы мне даже спросили, а чего вы пришли, и вы чего хотите. Ну, и все. Я хожу по платным врачам. Да, мы поняли вопрос, наверное. Чем можем помочь, Олег Вениаминович? Давайте сделаем так. Оставьте, пожалуйста, ваши координаты. Я думаю, что вам необходимо пройти процесс реабилитации. К сожалению, ковид-инфекция новая, которая сейчас вызывает множество осложнений у пациентов с хроническими инфекционными заболеваниями, в том числе и у вас, она требует к себе более пристального внимания, в том числе и после перенесенного инфекционного процесса. Я попытаюсь помочь с реабилитацией вам после, так сказать, вот нашего эфира. Надеюсь, вы нас слышите и обязательно, обязательно оставьте свой номер телефона нашему оператору. Спасибо. Я, честно говоря, хотела дальше немножко не об этом поговорить, но поскольку наша зрительница вот уже повернула нас в сторону ковида, в общем, не обошли бы мы его все равно, но давайте уже тогда в этом направлении пойдем. Я только хочу нашим зрителям, тем, кто опоздал к началу программы, сказать, что сегодня дежурный врач нашей скорой телевизионной помощи, главный внештатный терапевт Самарской области Олег Фатенков. И мы говорим сегодня о хронических заболеваниях от телефона в студии 202-11-22. Вот, как оказалось, сердечно-сосудистые заболевания были у каждого пятого заболевшего жителя Уханя, в котором, собственно, и все это и началось. А какие хронические заболевания наиболее опасны именно при COVID-19? Я уже обозначил три группы заболеваний хронических. Это как раз те самые заболевания, которые вызывают опасения и при наличии COVID-19. Это заболевания болезни системы кровообращения, сахарный диабет и болезни органов дыхания. Олег Вениаминович, известно, собственно, везде пишут, и все мы умеем читать, что COVID-19 провоцирует тяжелые депрессивные расстройства. Вот есть ли уже информация о том, что после перенесенного заболевания человек попадает в группу пациентов с хронической депрессией? Вы знаете, я буквально недавно консультировал молодую девушку 21 года как раз с подобными жалобами. И я подтверждаю, что такого рода осложнение COVID-инфекция вызывает. Поэтому я вот и предыдущей нашей слушательнице уже сказал о необходимости прохождения реабилитационного этапа пост-COVID-инфекции. Мы на это сейчас обращаем большое внимание. Больше того, знаете вы или нет, в Самарской области развернуто санаторно-курортное лечение для таких пациентов. И сейчас мы его рассматриваем как этап лечения больных с коронавирусной инфекцией. Я уж скажу, открою небольшую тайну. В настоящее время я еще и возглавляю COVID-госпорт. Я только хотела эту тайну открыть, но вы меня опередили. Так вот, мы имеем такую возможность, активно ее используем в своей практической работе. После того, как мы стабилизируем состояние пациента, на следующий этап именно лечения мы направляем в настоящее время наших пациентов в санатории Самарской области. И видим достаточно положительный эффект в этом. Я очень надеюсь, что в это число попадет и наша зрительница, и Сызрани, которая звонила. Да, вот именно это я и хочу организовать. А у нас есть еще один звонок. Алло, здравствуйте. Добрый день. Алло. Добрый вечер. Здравствуйте. Будьте добры. У меня вопрос состоит из двух частей. Во-первых, в периодический адрес, где вообще можно получить реальную помощь? Так как ревматологов даже в поликлинике не везде не есть. Это правда. А ревматология на Мичурина тоже практические закрыты. Первый вопрос. И второй, стоит ли и можно ли сделать прививку от ковида по аутоиммунным заболеваниям? Спасибо. Да, спасибо большое. Очень интересные вопросы по ревматологии. Действительно, сейчас отделение ревматологии открыто в клиниках медуниверситета на базе кафедры пропетотерапии. Оно функционирует в полном объеме. Поэтому при наличии направления из поликлинического учреждения вашего, мы с удовольствием вас госпитализируем. И там все возможные виды лечения, обследования можно пройти в рамках программы ОМС. Относительно вакцинации от ковид-инфекции, я могу сказать так, что никакой альтернативы вакцинации от ковид в настоящее время нет. В том случае, если человек заболевает, к сожалению, последствия этого заболевания более тяжелые. Поэтому профилактика у нас пока единственная возможная мера – это вакцинация. Я вас призываю всей душой, пожалуйста, вакцинируйтесь. Тем более в поликлинике сейчас вакцина поступила в достаточном объеме. Наш министр здравоохранения Ярмин Ситякович Бинян вчера доложил губернатору, что у нас открыто 137 прививочных пунктов. Поэтому это доступно, это возможно и это необходимо. Пожалуйста, привейтесь. То есть аутоиммунные заболевания… Не является противопоказанием. Вот онколог Российского общества клинической онкологии Наталья Дингина пишет о том, что в случае обнаружения коронавируса у пациента с онкологией нужно срочно прекратить противоопухолевое лечение. Я сейчас не только про онкологических больных хочу спросить у вас. Вот ваш опыт работы в ковидном госпитале, где наверняка, ну не знаю, если не каждый второй, то много пациентов с хроническими различными заболеваниями. В каждом ли случае действительно вот существуют такие узкие, скажем так, моменты, и когда нужно специализированно подбирать лечение именно с учетом хронического заболевания? Вы знаете, каждому пациенту с хроническим и неинфекционным заболеванием я дам один простой совет. Пожалуйста, не занимайтесь самолечением вообще. Пожалуйста, обратитесь к врачу, ну в первую очередь, конечно, к врачу-терапевту или врачу общей практики в поликлинике, который сам примет решение о дальнейшем обследовании этого пациента и корректировке его стандартных каких-то видов лечения. Больше того, если нужно, он и организует госпитализацию своевременной в стационар. Проблема пациентов, особенно с ковидной инфекцией, стоит в том, что, к сожалению, многие из них занимаются самолечением, затягивают сроки поступления в стационар и возможности наши по его излечению от ковид-инфекции. Действительно, ковид-инфекция требует особых подходов к этому лечению, которые известны только врачам. Поэтому я вот и попросил не заниматься самолечением и обязательно проконсультироваться со своим лечащим врачом. И еще один звонок. Послушаем. Алло, здравствуйте. Алло. Добрый вечер, да. Добрый вечер. У меня такой вопрос. А не подскажете, вот у ребенка моего, ему 15 лет, у него цветомегавирусная инфекция. После прививки гриппа, через две недели, у него поднялась температура. Пришлось полтора месяца лечить этот омегавирус. Вот можно ли ему прививку сделать от ковида? Вы знаете, к сожалению, я как бы вот непосредственно с детьми не занимался этой проблематикой. Я думаю, что лучше всего все-таки проконсультироваться прежде всего с вашим лечащим врачом, который, зная анамнез, историю заболевания вашего ребенка, уже примет ответственное решение о возможности такого рода прививки. Спасибо за звонок. Мы продолжаем разговор нашей телевизионной студии. У нас сегодня в гостях Олег Фатенков, главный внештатный терапевт Самарской области. И 202-11-22 вы можете звонить к нам в студию, особенно если у вас есть хронические заболевания, если у вас есть вопросы, связанные с этим. Кстати говоря, мы с удовольствием бы послушали человека, который успешно корректирует свое хроническое заболевание и справляется с ним, и комфортно, ну, насколько это возможно, комфортно с ним живет. Потому что, наверное, для того, чтобы жить с хроническим заболеванием, необходимы какие-то от человека действия. Какие? Больше того я скажу. На мой взгляд, сейчас любой человек или родственник человека, который болен такого рода хроническими заболеваниями, должен проявить большую ответственность, нежели вот в период до пандемии коронавирусной инфекции. Если вы измеряли давление до этого один раз в день, я призываю вас измерять его два-три раза в день. Если у вас было нарушение ритма сердечной деятельности, пожалуйста, не затрудните себя по отчетам пульса, может быть, там, три-четыре раза в день. Если вы страдаете сахарным диабетом, я вас призываю измерять уровень сахара крови как можно более часто. И в том случае, если вы увидите при любых обстоятельствах изменения не в лучшую сторону в этих исследованиях, если вы почувствуете ухудшение в своем самочувствии или ваши родственники почувствовали ухудшение, не нужно тянуть с обращением к врачу. Больше того, сейчас ведь появились возможности дистанционного обращения к врачам в поликлиниках. Можно позвонить по телефону и получить полноценную консультацию. Существует горячая линия Минздрава Самарской области на базе существующей 15-й поликлиники, которая обрабатывает все абсолютно звонки поступающие и дает совершенно необходимые рекомендации по тому, как себя пациенту вести, какую форму медицинской помощи ему получать. Я призываю следовать моим советам. А горячая линия программы «Звоните, доктор» продолжает работать. Давайте послушаем звонок. Алло, здравствуйте. 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 Вот у меня вопрос к доктору. Я инвалид второй группы, колясочник. Атеросклероз нижней количества. Вот как мне, вот прививаться советуете вы или нет? Я советую прививаться обязательно. К сожалению, болезни сосудов вызывают на фоне коронавирусной инфекции достаточно тяжелые осложнения, и предотвратить их в настоящее время можно только путем вакцинации от коронавирусной инфекции. Половина программы уже позади. Давайте сейчас узнаем, что произошло в медицине региона за ту неделю, что мы с вами не виделись. Детское отделение Самарской горбольницы номер 10 реконструировали в рамках нацпроекта здравоохранения. Оптимизировали запись на прием, установили IT-телефонию, изменили работу регистратуры. Появилось и новое оборудование – фиброгастроскоп, аппарат УЗИ, рентгенаппарат, рефрактометр. Часть отделений в больницах Самарской области вернут к работе по основному профилю. В первую очередь это коснется учреждений, которые лечили сердечно-сосудистые и неврологические заболевания. Возвращение стало возможным благодаря некоторому спаду заболеваемости COVID-19. До конца февраля в регион поступит еще две партии вакцин от COVID-19. На данный момент уже пришло более 21 тысячи доз. Число прививочных кабинетов в области увеличили в два раза. Перевод беременных женщин на удаленную работу в Самарской области сделают обязательным для работодателей. Такое решение приняли на заседании оперативного штаба. Режим повышенной готовности продлили до 14 февраля. В Роспотребнадзоре спрогнозировали снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией. Весной Россия должна вернуться к прошлогодним летним показателям. Вирус полностью не исчезнет, однако статистика заражения снизится. А мы продолжаем наш разговор о хронических заболеваниях. И у нас сразу есть звонок зрителя. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер, скажите, пожалуйста, мне вот 60 лет, я в 84-м году переполняла туберкулезом, очелованным туберкулезом. У меня сейчас легкие кальцинации. Я неделю назад сделала прививку от ковида. Правильно ли я сделала? Я вот переживаю по этому поводу. А вы сами приняли решение прививаться? Да, сама приняла. Спасибо за звонок. Да, я спешу вас успокоить. Да, вы сделали все совершенно правильно. Наличие кальцинатов легких говорит о том, что процесс, скорее всего, уже у вас завершился. И больше того, я совершенно уверен, что когда вам делали прививку, вы прошли консультацию врача, терапевта участкового, который взвесил все за и против. И раз вы сделали прививку, то, скорее всего, он дал на это разрешение. Поэтому вы были правы. И вы молодец. Олег Вениаминович, вот вы сейчас несколько раз говорили, не тяните, не занимайтесь самолечением, срочно обращайтесь к врачу. А вот я, кстати, специально для вас выписала временные рекомендации, которые были опубликованы в журнале «Практическая медицина». И там написано, что плановое посещение медицинских учреждений во время пандемии COVID-19 следует отложить. Поэтому я и указал на возможность дистанционного общения с доктором. Это может быть просто телефонный звонок к доктору, либо на телефон горячей линии, где всю необходимую информацию скажут. И больше того, если потребуется госпитализация, ее также могут организовать, в том числе и дистанционно, с помощью службы неотложной помощи. Я думаю, что, наверное, не в каждой поликлинике такое возможно всего скорее. И помощь функционирует у нас абсолютно везде, которая по вызову приедет и окажет помощь. Ну и, собственно говоря, я знаю, что большинство своих участковых врачей, они находятся на связи, особенно с тяжелыми больными, с хроническими инфекционными заболеваниями. Я не знаю, наверное, сейчас все-таки ситуация уже выравнивается, но, например, осенью, когда началось резкое увеличение заболеваемости ковид, вот эта борьба с эпидемией, она ожидаемо отразилась и на доступности медицинской помощи для пациентов с хроническими заболеваниями, если в свете нашей сегодняшней темы. И более половины, вот, кстати, проводился опрос, более половины людей столкнулись с обострением хронических недугов, многие не смогли проконсультироваться с врачами и попасть на лечение. А пациенты с ревматологическими заболеваниями еще и оказались заложниками лекарственного пандемического ажиотажа. Так вот, за это время вы почувствовали, есть информация о том, что состояние хронических больных, оно действительно осложнилось именно в связи с тем, что они не могли своевременную помощь получать? Вы знаете, вот цифры статистики все-таки говорят о том, что система здравоохранения справилась с этой повышенной нагрузкой. Объем различного рода высокотехнологичных вмешательств, оперативных вмешательств и других видов лечения увеличился. И, в общем-то, я, насколько знаю, что от отказов такого рода лечения не было. Я, правда, отвечаю за терапевтическую службу и за участковую как таковую. Вот то, что касается участковой службы, я считаю, что был проявлен, ну, не постесняюсь этого слова, героизм. Со стороны участковой службы, врачей терапевтического профиля. Я знаю, что люди буквально жили в поликлинических учреждениях, прием ввели до часу ночи. Это слова практических врачей, которые мне об этом рассказывали. И ни один не обслуженный терапевтом пациент не был в Самарской области. Обнаружили жалоб такого рода я не видел. Есть, конечно, какие-то частности всегда. И есть какие-то ошибки, но ошибки не совершает лишь тот, кто не работает. Так вот, система здравоохранения Самарской области, она работала, и я считаю, с честью выдержала эту нагрузку. Вы совершенно правы, что в настоящее время мы наблюдаем, ну, я надеюсь, не просто стабилизацию, а все-таки некоторое успокоение ситуации с коронавирусной инфекцией. И по мере того, как мы будем освобождать койки для лечения хронических инфекционных заболеваний, эта доступность медицинской помощи будет еще больше. Ну, вот в данном случае мы сейчас среагировали на жалобы ревматологической пациентки. Может быть, ей просто не хватило информации о том, что она могла ревматологическую помощь все это время, даже на протяжении пандемии и вот этих ограничений, получить, например, в клиниках медуниверситета. То есть в любом случае альтернатива всегда есть. Она просто сызра не живет. Нужно просто получать информацию дополнительную. Достаточно, наверное, сложно, да. Ну, может быть, через Минздрав ее надо получать в большем объеме. Я надеюсь, наш зритель, который давно уже ждет на телефоне, еще с нами. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый. Доктор уже отвечал на вопрос об атеросклерозе. Стоит ли прививаться? Но у меня, кроме этого диагноза, еще пять хронических. Энкардия, гипертония, хроническая почечная недостаточность, варикоз, тромбозглубокислен. Стоит мне прививаться? Ведь я сижу дома, не выхожу. Заражусь я ковидом не факт. А вот прививка как-то у меня подействует. Спасибо. Да, благодарю за вопрос. Вы знаете, я по-прежнему настаиваю на том, что прививаться стоит. Хронические инфекционные заболевания не являются противопоказанием для прививки от COVID-19. Больше того, я скажу, что если есть возможность от чего-то защититься превентивно, то надо обязательно воспользоваться этой возможностью. Все-таки при любых обстоятельствах мы вынуждены контактировать с окружающими людьми, выходить на улицу, возможно, в магазин или в банк. И риск того, что вы заразитесь, он существует. Поэтому, пожалуйста, привейтесь. И в таком случае у вас появится через некоторое время естественный иммунитет в силу воздействия этой прививки, и вы будете защищены от него. В последствии в виде заболеваний и госпитализации в стационар несравнимы с возможностью вакцинации. Олег Вениаминович, я вначале говорила о том, что когда человек узнал, что у него хроническое заболевание, жизнь не закончилась на этом, но оно будет другое, оно будет качественно другое. И здесь очень важно жить и сейчас. Скажите, что правильно? Есть, например, люди, которые, узнав об этом, пытаются делать вид, что ничего не происходило, не замечать свое хроническое заболевание, упорно не отказываться от того, как он жил раньше, думая, что тем самым, может быть, болезнь испугается и отступит. Я в кавычках, конечно, говорю, но тем не менее. Давайте посмотрим на жизнь этого человека под другим углом. А на самом деле зададим, может быть, сами себе или ему простой вопрос. А этот человек счастлив на самом деле? Счастлив ли он от того, что он курит 20 сигарет в день? Счастлив ли он от того, что он злоупотребляет алкоголем? Счастлив ли он от того, что он вместо прогулки на свежем воздухе проводит вечер на диване перед телевизором? Мне кажется, не совсем. И в таком случае, возможно, нужно сделать небольшое усилие. И изменившись, в том числе изменившись в образе жизни, получать больше удовольствия. Ведь на самом деле физические упражнения, элементарная зарядка, прогулки на свежем воздухе естественным образом вырабатывают у человека эндорфины, которые приносят как раз то самое ощущение счастья и удовольствия. Но это же сколько усилий надо прилагать. Совсем чуть-чуть. Больше того, если есть возможность нормализовать у человека артериальное давление с помощью назначения врача, у него пропадут головные боли, качество жизни повысится, человек будет себя лучше чувствовать. Поэтому я и призываю к этому. Нужно, прежде всего, начинать с себя. Вот сейчас женщина, которая звонила последней, перечислила. Я не сочетала, сколько у нее было хронических заболеваний. А вот как ей жить с этим? Если нужно регулярно посещать доктора, то какого доктора ей посещать? Всех семь специалистов, которые отвечают за каждое, за свое заболевание? Вы знаете, нужно все-таки похвалить еще раз нашу терапевтическую службу. Терапевты нашей службы – это достаточно высококвалифицированные люди, которые разбираются абсолютно в лечении всех назологических форм, которые были перечислены. Больше того, я могу сказать, что лечение одной формы из этих перечисленных, оно, как следствие, ведет к компенсации других. Как правило, используются одни и те же группы препаратов, и пациент будет себя нормально чувствовать. Поэтому нужно обратиться в участковую службу к своему участковому врачу или врачу общей практики. Ну и в завершении, может быть, уже мне бы хотелось поговорить о том, есть ли у нас у всех шансы не допустить этих хронических заболеваний и вовремя их заметить. Есть, наверное, какой-то общий перечень симптомов, которые его точно не стоит оставлять без внимания, и с которыми стоит обратиться к доктору? Проснувшись утром, человек должен осознать, что у него ничего не болит. Должен. Да. Если все-таки есть какие-то неприятные ощущения, то я рекомендую обратиться к врачу и пройти то самое диспансерное обследование, которое всем нам бесплатно полагается, нашим государством в рамках обязательной системы медицинского страхования. То есть вы считаете, что диспансеризация в том виде, в котором она существует сегодня, способна помочь избежать хронических заболеваний? Ну или выявить их? Во всяком случае, своевременно выявить. И у нас огромная проблема как раз состоит в том, чтобы люди пришли и ее прошли. Мы готовы все это сделать. И еще, Олег Вениаминович, возвращаясь к пандемии, все мы надеемся и знаем, что рано или поздно мы все-таки выйдем из этой кризисной ситуации. Но чтобы вот сейчас ее не усугубить, не накопить проблем хроническим больным, больным с хроническими заболеваниями, стоит бояться сидеть дома и не обращаться за помощью своевременной по своему заболеванию. Вот он должен, предположим, раз в месяц посещать доктора. Но человек боится, поскольку везде инфекции, докторам не до него. Вот как с этим быть? Ну, бояться вообще неконструктивно. Поэтому надо предпринимать все, чтобы не бояться. Я уже обозначил простейшие варианты контакта с доктором. Это можно связаться по телефону. Всегда абсолютно можно позвонить на телефон горячей линии. И все возможные усилия, поверьте, доктор обязательно предпримет, чтобы помочь человеку с хроническими инфекционными заболеваниями. Не нужно просто этого стесняться и бояться быть непонятым, возможно, там не дозвониться. Нужно проявить некоторую степень настойчивости и получить то, что положено, в том числе дистанционно. Да вот каким-то образом коммуникации не складываются. Вот люди, видите, вы говорите, что просто не имеют информации о том, что помощь можно получить. Ну, на сайте Минздрава Самарской области есть телефон горячей линии, элементарно. Да, можно по этому телефону всегда позвонить, и человек будет перенаправлен в то амбулаторно-поликлиническое учреждение, где ему окажут всю медицинскую помощь. И по поводу... Вот какие обследования... Еще последнее. Какие обследования вы бы порекомендовали регулярно проходить для того, чтобы избежать проблем в будущем? Ну, если речь идет о физикальных обследованиях, я бы рекомендовал каждый день измерять артериальное давление и частоту сердечных сокращений. Если у больного есть сахарный диабет, то нужно измерять уровень глюкозы крови. Большое спасибо, Олег Вениаминович. Спасибо вам. Если есть проблема, держите ее в руках, не упускайте и не позволяйте ей развиваться самостоятельно. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова